Всем привет! Порой, каждый задает себе вопросы о функциях и устроении его организма. В данном видео я хотел бы просветить пару интересных фактов о человеческом теле. Знали ли вы, что самый тяжелый орган человеческого тела – это кожа? Общая площадь поверхности кожи взрослого человека от 1,5 до 2 квадратных метров, а весит 4-5 килограмм. Случевание поверхностного слоя кожи происходит постоянно, таким образом кожа обновляется минимум раз в месяц. За всю жизнь человек сбрасывает около 19 килограмм кожи. Почему мы краснеем от стыда или от того, что рядом находится человек, который нам нравится? Дело в том, что когда мы пытаемся скрывать чувства и эмоции, то сосуды доставляют к коже в 50 раз больше крови, чем обычно. Кожа получает большой прилив тепла и краснеет. А вот от страха или на холоде сосуды, наоборот, сужаются и кожа бледнеет. Понюхайте перец. Что произошло после? Нос – это фильтр, который очищает поступающий воздух от бактерий. Поэтому, когда там собирается слишком много вредных веществ, то они выходят вместе с потоком воздуха. Процесс называется чиханием. Но вопрос в том, почему мы чихаем с закрытыми глазами. Во время чихания автоматически закрываются глаза. Эти два процесса контролируются одним и тем участком головного мозга. Вам будет интересно для чего существует такой процесс. Во время чихания образуется настолько сильное давление, что в случае незакрытия глаз, они попросту могут вылететь из орбит. Скорость выдыхаемого воздуха при чихании составляет в среднем 150 км в час. Взрослый человек среднего роста имеет около 5 литров крови в своих кровеносных сосудах. Потеря четверть литра и даже пол-литра проходит для организма совершенно безвредно. Но потеря крови в количестве литра и боли уже опасна для здоровья и даже может повести к смерти. Поскольку многим не по себе при виде крови, я решил на следующие 30 секунд поставить что-то приятное на просмотр. Итак. При потере крови сердце начинает работать в холостую, ток крови в слабо наполненных сосудах ослабевает. Если двое раненых потеряют по полтора литра крови, но у одного эта кровь вытекает постепенно, в течение суток, а у другого сразу, за 10 минут, то первое будет жить, а второе умрет. Чем быстрее происходит кровопотеря, тем сильнее она нарушает работу сердца. Желудок не железный. Не ешьте все, что влезает в рот. Превышение дозы даже самых нужных веществ для организма может привести к заболеваниям. К примеру, большое количество воды может вызвать проблемы. Клетки при таком объеме жидкости начинают набухать, а это приводит к головной боли, в крайних случаях даже, к оме и смерти. Известен случай, когда человек умер после того, как выпил 10 литров воды в течение 8 часов. Если вы решили покончить жизнь самоубийством, то сделайте это сладко. Уничтожьте себя красиво и вкусно. Один вариант это шоколад. Желудку хватает около 100 обычных шоколадных клеток для того, чтобы это превратить в последние секунды вашей жизни. На этом все, будьте внимательны и сохраняйте свое здоровье. Всем удачи!